Нурлан Батыров, не успев начать съемки своего дебютного фильма, сразу же завершил их. Две с половиной недели и психологический триллер уже монтируют. Нуртас Адамбаев тоже штампует свои шедевры раз в три месяца. Как съемочной группе удается работать в таком бешеном ритме, подробнее расскажет Юрий Беликов. В Казахстане производство фильмов с каждым годом выходит на новый уровень. Одни создают качественное кино, другие тонут в негативных рецензиях. Почему голливудские фильмы мы смотрим с удовольствием, а вот наши как-то не особо? Нуртас Адамбай, по мнению его фанатов, может снимать и продюсировать добротные картины. Возможно, секрет кроется в подготовке к съемкам? Естественно, обсуждаем, думаем и над сюжетом, и над тем, как это будет выглядеть. С трудностями он сталкивается почти каждый съемочный день, но это тоже бесценный опыт, утверждает Нуртас. Мы снимаем так, чтобы не просто там, мы сейчас просто пробуем, да, и это вот так будет. Мы все силы сюда вкладываем, и то-то-то, я думаю, что получается неплохо, да. Фильм «Лифт» был снят за 16 дней. Для производства ленты срок довольно минимальный. Если сравнивать, конечно, с работами Голливуда, притворение в жизнь которых занимает годы. Нурлан Батыров может затмить по скорости Нуртаса Адамбая. Две с половиной недели потребовалось Вайнеру, чтобы закончить съемки психологического триллера. Отметим, это его дебютная работа в качестве режиссера. Фильм мы быстро отсняли за две с половиной недели, потому что у нас было задействовано только пять актеров, три из них основные. Поэтому группа работала слаженно, и из-за этого проблем не возникло. Картина снималась в одной локации, в частном доме. Самое сложное в съемочном процессе, признается Нурлан, борьба со сном. Так как были ночные сцены, 50% фильма ночные сцены, у нас ребенок на площадке засыпал, нам приходилось ее будить, она капризничала. Препятствия позади, дело за монтажом. Уже совсем скоро психологический триллер выйдет в прокат. Нуртас Адамбай уверен, казахстанский кинематограф в ближайшем будущем будет по достоинству оценен за рубежом. Юрий Беликов, Руслан Хасанов, новости ревью.